Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Михайлов Борис Михайлович Публикация Баир Иренчеев Опубликована 13 июля 2006 года Часть первая Из книги «На дне блокады и войны» Автор Михайлов Борис Михайлович Санкт-Петербург Издательство «Все Геи» 2001 год 454 страницы Я, Михайлов Борис Михайлович, родился в 1925 году в Ленинграде. На советско-германский фронт, на заднестровские плацдармы Прибыл 9 мая 1944 года После окончания офицерского пулеметно-минометного училища Город Термес Должности командира взвода 82-мм минометов 2-го батальона 1288-го полка 113-й стрелковой дивизии Бывшей 5-й полченчинской Фрузенского района Москвы Прошел от Молдавии до Австрии Где-то в апреле-майе 1945 года был дважды ранен К тому времени я оставался последним солдатом пехотного батальона Начавшим боевой путь с Днестра За год непрерывных наступательных боев Наш полк неднократно выводили в тыл Из-за огромных людских потерь В стрелковых ротах оставались единицы солдат И ни одного офицера Моя родная 113-я дивизия Вышла на Днестр в апреле 1945 года Будучи обескровленной тяжелыми боями На правобережной Украине Но все же остатки ее пехоты Сумели переправиться через Днестр И закрепиться там на Шерпинском плацдарме На правобережной Украине Стрелковые подразделения дивизии Пополнялись в значительной части чернорубашечниками С этим словом, изобретенным немецкой пропагандой И запрещенным советской цензурой Я заочно познакомился еще по дороге на фронт Встретив на брустове брошенного окопа листовку Пропуск для сдачи в плен Ридни, братья, украинцы Чернорубашечники Россияны гонят вас, як скит, на убой Пидулами своих автоматев Вам не доверяют новые сброи Не обучают современной войне А также не дают обмундирования Все равно смерть Повертайте сброю Против ненавистных жильдив комиссаров Переходьте до нас Тут везустрините своих истинных друзей Борцы в засамостийную Украину Незалежную от радянской тирании Направление на передовую чернорубашечников То есть не обмундированных в военную форму Призванных полевыми военкоматами И непроверенных украинцев Было вызвано разными обстоятельствами И в первую очередь большими потерями Наших пехотных частей В кровопролитных наступательных боях Десяти сталинских ударов 44-го года На Шерпинский плацдарм я не попал Хотя и был туда направлен Именно в этот день, 9 мая Во время смены частей Немцы атаковали боевые порядки дивизии Началась паника Пехота побежала Мало кто из солдат перебрался С плацдарма на материк Минометный ротик К моему появлению Осталось несколько солдат И один офицер Наша рота, как и все пехотные части дивизии Пополнялись собранными По деревням Одесской области Белобилетниками Больными и старичками Каким-то образом Избежавшими призыва Полевыми военкоматами Практически все они Служили в Красной армии И по различным Чаще не афишируемым причинам Оказались на оккупированной Немцами территории Где безбедно прожили Три военных года Большой любви к русским К возвращению в колхозы Я у них не наблюдал Все летние месяцы На нашем фронте Шли бои местного значения Красная армия Готовилась к битве за Балканы Эта битва началась На заднестровском Тираспольском плацдарме Одиннадцатым сталинским ударом Который вечевым колоколом Гремел над Балканским полуостровом И по всей юго-восточной Европой Долгих три месяца Оповещая мир о скором крахе Немецкого вермахта Весь август, сентябрь, октябрь Советские войска Не считаясь потерями Громили фашистов И их сателлитов В Румынии, Югославии, Венгрии Только в ноябре 1944 года Второй и Третьей Украинские фронта Вышли на венгерский отрезок Дуная Захватили правобережные плацдармы И завязали бои На подступах к Будапешту Борис Михайлович Михайлов После окончания училища Из архива Бориса Михайловича Михайлова Прорыв на Балканы Избранный для прорыва участок фронта Тираспольский плацдарм Представлял большие неудобства Но зато давал крупнейшие оперативные выходы Малиновский, Яско-Кишиневские Канны Москва, Наука, 1964 год Об оперативных выгодах я в то время ничего не знал Поэтому буду говорить только о неудобствах Так до прорыва оставались считанные дни Вот-вот взлетят ракеты Мало кто взойдет на этот косогор По крайней мере, половина моих боевых товарищей Будет похоронена здесь Половина шансов за то, что ты останешься лежать в болоте Либо на косогоре А другие живые пройдут мимо Оставляя работу похоронным командам и медсанбатам А пока Всю ночь напролет мы укрепляем без того высокие брустверы Тем самым наращивая глубину окопов Строим землянки, рубим, пилим, маскируем А утром солдаты, как убитые, валятся спать Над всем передним краем тревожной мглой Висит сознание близких грозных перемен Кажется, весь воздух пропитан тревогой Разведка боем Командиры взводов, командиру роты С просони я ничего не понимаю, но ноги сами бегут куда надо Булганов, хмурый и напряженный, только что вернулся от командира батальона Тревога моментально передается нам Заставляет быть до предела внимательным Наш полк вместе со штрафниками участвует в разведке боем Что это значит? Для начала это значит, что большинство из нас не должно дожить до послезавтра Но не об этом говорит Булганов Он медленно рассказывает диспозицию На рассвете 18 августа на участке 113 дивизии В первый ряд окопов придут штрафники Пехота нашего 1288 полка отойдет на второй линии окопов Два другие полка 1290 и 1292 уйдут во второй эшелон Артиллерия всех полков нашей дивизии, включая и минометы-самовары Останется на месте и будет имитировать подготовку прорыва То есть стрелять 40 минут, вызывая немецкий огонь на себя После артподготовки штрафники поднимутся в атаку А пехота 1288 полка займет их места Немцы, решив, что прорыв начался, откроют огонь В это время наши наблюдатели всех родов и видов войск Которые еще гуляют в приднестровских селах Будут наносить на свои планшеты Обнаружившие себя огневые точки противника Задача пехоты, не вылезая из окопов Кричать «Ура!» и не пускать обратно штрафников Задача штрафников Своей смертью помочь выявить огневые точки противника Наша задача, в чем-то сходной с штрафниками Как-то держаться и буквально на глазах у немцев Стрелять 40 минут под прицельным огнем артиллерии Неприступного Днепровского бала Мулганов уходит в пехоту На НП Я остаюсь старшим на позиции Связь по проводу Мы вернулись во взвод Одно спасение, если оно есть Копать Пусть вода, пусть по колено, по пояс только копать Маскироваться бесполезно, все на виду И мы копаем под неумолчный зуд Августовских еще более злых комаров В болотной духоте тростниковых зарослей Вечер, ночь не приносит прохлады Кухни где-то застряли Посланные за ними солдаты заблудились И только к вечеру принесли сухой паек Мы безразлично жуем хлеб С американской свиной тушенкой Запивая вонючей болотной водой Подводы, тяжело груженные ящиками с минами Вязнут в непролазной грязи Измученные в кровь избитые ремнями и палками лошади Искусанные слепнями и некормленные Обессиленно ложатся в болотную жижу И не поднять И мы на себе таскаем мины связками через плечо 17 августа из госпиталей Меценбата в Санрот на передовой вернули все малярики Болеть будете потом К нам в роту пришло человек 10-15 Желтые отхины и окрехина Изможденные постоянными приступами Они были плохими помощниками Но все же Рота выглядела вполне солидно Человек 30 на довольствие Полтора литра спирта в день Первый приступ малярии у меня был сразу Как мы пришли в болото Но я не придал этому большого значения А точнее не разобрался В 19 лет здоровое тело легко переносит Временный подъем температуры Озноб Это не 70 Когда уже при 37 градусах Жует кости, ломит голову Следующий приступ хватил меня через день Когда копали окопы Было не до малярии По-настоящему она взялась за меня Именно в ночь на 18 августа Когда после двух бессонных комариных ночей Пришла третья Решающая Я пошел встречать заблудившуюся в тростниках Телегу с минами Долго лазал, кричал Мне отзывались Но я каждый раз выходил на чужие позиции Наконец понял, что заблудился И дорогу назад не найду Голова кружилась Все тело тряслось от озноба Подкосились ноги Я сел около какой-то телеги Стоявшей прямо на дороге Началась рвота Потом все было в полудреме Ездовой солдат узнал меня Взвалил на повозку с минами Привез на позицию Уложил на сухой тростник Я забылся И вот Редеет мгла Ненастной ночи И бледный день уж настает Ужасный день Пока я лежал на тростнике Особых происшествий Не произошло Немцы вели Беспорядочный обстрел Переднего края Мы стояли метрах в трехстах За пехотой И к нам снаряды Долетали редко Лишь одна тяжелая мина Угодила в повозку Как раз в ту Которая поздним вечером Привезла меня Ездового закопали здесь же В одной из болотных луж Приступ кончился Еще до артподготовки Я чувствовал себя Вполне сносно Хотя ночные 40 градусов Еще давали себя знать Все на местах В небе три красных Три зеленых Начало Я у телефона Голос Булгакова Цель номер один Десять минут Беглый огонь Расчетные данные Выверены с вечера Команда четко Передается по взводам Немного в разнобой Слышатся выкрики Командиров отделений Огонь 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 Привычно чавкают минометы Может быть Только чуть торопливее Снуют подносчики мин И заряжающие На роту Отпущено 600 мин Через наши головы С редкими интервалами Будь то не спеша Летят снаряды Полковой артиллерии Пушки Гаубицы 76-миллиметровые Звонко пулькают Сорокопятки Через 10 минут Смена цели Заряжающие Вставляют стабилизаторы Дополнительные заряды Огонь И тут Завизжали Первые немецкие Мины и снаряды Беглый массированный Налет на нашу позиции Солдаты трех расчетов Бросились с щели Назад Я бегу к миномету И одну за другой Пускаю мины Уже не глядя На установку прицела Дали вижу Юрку Он возится у миномета Плиту засосала в болото И труба никак не опускается До нужного прицела У Николая Как будто все в порядке Одна за другой С его минометов Летят мины Я уже не командую Связи с Булгановым нет И Юрка и Николай Сами переносят огонь В сторону Вглубь обороны Обратно Прошло двадцать минут Осталось еще двадцать К минометному обстрелу Подключилась тяжелая Немецкая артиллерия Первый снаряд Ухнул слева Второй Третий Земля заходила ходуном Один Юркин солдат Как-то странно задом Влетел в наш окоп И закрутил Обалделыми глазами Он нес мины Снаряд Попал в бруствер Весь расчет его убит Миномет покалечен Юрка был в другом окопе Солдат контужен Его затащили в землянку Мины Мины Давай Стреляй Новый налет Я пробегаю по окопам В испуге Уже не подластным разуму Солдаты бросаются в щель Дальше в землянку Вижу, как командир отделения Замурай Последним закрывает Своим тщедушным телом вход На позиции один заряжающий Я выверяю прицел Давай Давай Проходя еще несколько ящиков с минами Часть их разбросала взрывной волной И встала на боевой взвод Тащи мины Разрыв Меня больно ударяет О стенку хода сообщения Весь ход засыпан Мокрая пыль Пороховая или земляная Залепила лицо Гимнастерку Я на четвереньках лезу туда Где только что В стенку хода сообщения Ударил тяжелый снаряд Задом ко мне На приступе землянки Странно согнувшись Сидит замурай Низ гимнастерки в крови Эй, живы, вылезай Оттуда никто не отзывается Я тяну замурая за плечо Он молчит В землянке шорох Кто там есть А ну, помоги вытащить Испуганно между замураем и мной Вылезает солдат Он пытается что-то сказать Но только мычит Артподготовка кончилась А там напередке Штрафники пошли в свою последнюю атаку Немцы перенесли огонь На наступающей цепи А у нас подошел старший сержант Командир соседнего отделения Они живы и расстреляли все мины Мы втроем пытаемся вытащить замурая Чтобы узнать судьбу других Сидящих в землянке Замурай мертв Я залезаю на бруствер Старший сержант подает мне руки Замурая Я тащу Легко Оказывается, осколками Его перерезало пополам До сих пор в глазах стоит та картина Руки, голова, туловище А ноги остались там От них по стенке хода сообщения Потянулись разноцветные потроха А дальше в темноте землянки Застывшие в ужасе Глаза одесских земляков Над лесом ни с того ни с сего Завизжали снаряды Немецкой длиннобойной артиллерии Кто был рядом Попадали на дно окопа Я знаю по звуку Перелет Но знают ли это снаряды На всякий случай Присаживаюсь на корточке И прижимаюсь к своей половине трупа Пронесло Давай ноги Замурая мы похоронили под ивами В тот день наша рота потеряла Более трети своего состава И еще один миномет Офицеры все остались живы Ранен только Николай Побита рука Он сидит забинтованный Мы не знаем Уйдет он или нет Решать ему самому Николай остался И совсем нелепо Поплатился за это жизнью Но иначе он не мог Я думаю Так бы поступило Большинство офицеров Того времени Пришел Булганов И долго ходил По разбитой позиции Оставшиеся в живых Молча сидели Или лежали кто где Ничего не хотелось Я не помнил Никакой радости Удовлетворения Чувства Выполненного долга Нет У меня вся гимнастерка Заляпана неизвестно чем На ней и на руках Кровь замурая Но нет сил Помыться Малярия Будь то чувство И безнаказанность Перешла в сплошной Безостановочный приступ Булганов обещал достать хину И спирт Следующие две ночи 19 и 20 августа Весь плацдарм Гудел мощными тракторами Тягачами Машинами На плацдарме Собирался кулак Прорыва Кажется На этом куске земли Не осталось Ни одного Свободного места А с того берега Через переправы Все шли и шли Танки Пехотные батальоны Катюши Андрюши И прочее 140 стволов На километр фронта Это значит Один ствол На четыре метра На позиции выходила Вся артиллерия фронта Огромные для нас 122 и 152-миллиметровые пушки Новые Катюши И еще какие-то чудовища Встречавшиеся нам Только на тыловых дорогах Выползали на край Нашего болота И подымали вверх Свои стальные хоботы За последнюю ночь Рядом с нами Ствол-ствол Встали минометные роты Двух других полков Нашей дивизии Буквально за нашей спиной Тяжелые 120-миллиметровые минометы Дальше Пушки-гаубицы В ночь на 20-й Был получен Приказ о наступлении Я плохо помню Как мы его восприняли Так как эти два дня Для меня превратились В сплошной малярийный приступ Я пожелтел И превратился В еле подвижную мумию Два дня К нам возили мины Вместо двух разбитых минометов Из-за позы Принесли запасной На место убитых раненых Пришли наши обозники Кроте временно Прикомандировали Полковых шестерок Писарей, парикмахеров И прочих Опять собралось Человек 30 В самых деталях Мы договорились С Булгановым Что делать Если прервется связь Куда идти Где назначается встреча И так далее Правда Завтра все это Окажется ни к чему Ибо искать Булганова Можно будет Уже только на том свете Прорыв В ночь на двадцатой Никто не спал У нас уже часам к трем Все было готово И солдаты томились у минометов Как провожающие на перроне Перед артподготовкой Я заглянул в землянку К Николаю Он хрипло дышал И был в каком-то забытии Я хотел уйти Но он открыл глаза Красные, воспаленные От него несло Нестерпимым болезненным жаром Торчащие из-под бинтов пальцы Призрачном ночном свете Были неестественно черными Теперь-то я знаю Что у него началась гангрена И нужна была срочная операция Но тогда Потерпи немного Сейчас отстреляемся И тебя увезут Наконец откуда-то сзади Будничные лениво Поднялись несколько ракет Те или не те Те Когда рядом с тобой Стреляет пушка То рекомендуется Затыкать уши Чтобы не порвались Барабанные перепонки А как быть Когда одновременно Начинает бить Тысячи и десятки тысяч стволов Я не знаю Что делалось у немцев Но у нас все болото Ходило ходуном За два с половиной часа Нам следовало выпустить Все привезенные на позицию Две тысячи мин После первых Массированных залпов Катюш И тяжелой артиллерии Немцы открыли Бешеный ответный огонь Но и им и нам Было ясно Немцам капут Гремело и рвалось Все вокруг Сквозь сплошной рев Еле-еле прорывались Крики команд Куда, какие Ичи снаряды летели Это было не 18 августа Немецкие пушки И минометы Стоявшие на передовых позициях Уже минут через 10-20 Одна за другой Приказывали долго жить Косогор был весь в дыму И из этого сплошного ада Протуберанцами Вверх вылетали Столбы пыли и огня От разрывов снарядов Тяжелой артиллерии Никакого прицельного огня Уже нельзя было вести И артиллерийские наблюдатели Лишь смотрели на общий итог Своей подготовительной работы Дольше действовала немецкая тяжелая артиллерия Скрытая на дальних закрытых позициях Ее давили наши штурмовики Безраздельно господствующие в воздухе Немецкие самолеты, по-моему, и не появлялись Над плацдармом Прошел час Мы первый раз переносим огонь На вторую линию бароны Телефон в моей землянке Прибежал солдат Миномет разбит Лейтенанта убило Я почему-то решил, что Юрку Бросился в его сторону Но оба Юркиных миномета Стреляют нормально Сам он рядом Торопливо черпает воду пилоткой И поливает стволы минометов До них уже нельзя дотронуться Вода кипит Убит Николай Снаряд попал в угол землянки Там все разворочено И бесполезно что-то откапывать Немецкая тяжелая артиллерия продолжает бить Их снарядом не надо искать цели Они повсюду Еще час Наконец мы уже окончательно переносим огонь Вглубь обороны И в заложенных от стрельбы ушах Неясным гулом впереди по окопам катится Ура Пехота пошла в атаку Ожили не весь откуда взявшиеся огневые точки немцев Пулеметные автоматные очереди Это обреченные остатки недобитых фрицев В упор расстреливают атакующих Сейчас самый ответственный момент Добежит ли пехота до немецких окопов Этого с замиранием сердца ждут все Танки, пушки, генерала и сам Сталин в Кремле Она должна добежать с любыми потерями Пусть два, пусть один наш солдат Будет в передней линии немецких окопов Все мы ему поможем Иначе вся артподготовка Все выпущенные миллионы снарядов Пустое дело Мы переносим огонь еще дальше Стрельба идет на полных зарядах То есть на три километра При каждом выстреле минометы вздрагивают, как ретивые кобылицы Из-под плит, глубоко ушевших в болото, вылетают струи вонючей болотной воды и черная грязь Солдаты все заляпаны ею, но уже радость торжества, радость победы, жизни, светится в свой грязные, сморщенные малярии лица Разбит еще один миномет с расчетом Кто-то орет, стонет, но все равно победа Ее ничем нельзя запачкать, ничем спутать Она, как алмаз, будет сверкать в куче грязного гравия, поднятого с плотика Я ловлю ухом стрельбу оставшихся трех минометов Вдруг один, мой, замолкает Бегу по ходу сообщения Там толпятся солдаты Окровавленные бинты, крики Объясняют В спешке заряжающий не успел убрать руку от ствола И вылетевшая мина сорвала кожу с мясом до кости У другого, его земляка, то же самое Вдобавок к этому еще и оторвало палец В то время я не придал значения странному совпадению А просто встал на его место Ведь артподготовка еще продолжалась, и мины были Потом уже на следующий день, а может быть и позже Ротный писарь мне тайно шепнет, что эти двое земляков — самострелы Они давно таились вместе и думали, как бы сбежать Кто знает, как все это было на самом деле Ведь измазать человека так просто А отмыться — ой, как тяжело В суматохе с солдатами я не обратил внимания на наступившую вокруг тишину Уши у всех были заложены Бежит штабной майор Какого вы? По своим бьете Пехота уже в третьей траншее Вперед! Телефон молчит С трудом вытаскиваем из болотной жижи минометные плиты Связываем оставшиеся мины Почему-то солдат стало очень мало Оказывается, все полковые шестерки без разрешения смылись с позиции Йорка пытался их остановить Но ему на ходу бросили Нас придали только на время артподготовки К этим шестеркам я еще вернусь, когда меня заставят писать на них наградные листы А сейчас не до этого Нас только-только хватает на минометные вьюки Йорка сам тащит ствол Я навешиваю на себя две связки мин 32 килограмма И мы трогаемся вперед Оставив телефонистов сматывать связь Окопы нашей пехоты На краю болотного кустарника пусты На брустверах в ходах сообщения Валяются шинели, каски, саперные лопатки И даже вещмешки штрафников Все это уже не нужно их хозяевам Мы тяжело перелезаем через окопы Там, где они разрушены снарядами И боязливо идем по полю Вчера еще бывшему ничейной землей Ведь поле минировано И нами, и немцами Стрельба идет спереди и с флангов Мы пригибаемся к земле Бегом шагом преодолеваем поле За нами охотятся немецкие пулеметы Но они далеко и не могут вести прицельного огня Все же двое ранены Мы им не можем даже дать сопровождающего Некому нести минометы и мины Наконец, немецкие окопы Перепаханы нашей артиллерией так Что иногда трудно определить, где был окоп Немецких трупов почти нет Немцы в любых обстоятельствах Делали все, чтобы унести не только раненых Но и убитых Но они были Потом об этом скажет пленный командир 9-й пехотной дивизии немцев Которая стояла против нас Моя дивизия занимала выгодные для обороны позиции Уже в начале наступления Мои полки понесли огромные потери От артиллерийского и минометного огня Вскоре наша дивизия оказалась в окружении Москва, номер 9, 1984 год Надеюсь, что наши 2000 мин Внесли в эти огромные потери свою лепту И раз уж я отвлекся, две коротких цитаты Из генеральских мемуаров Поясняющих наши действия Ударом с плацдарма Ударом с плацдарма южнее Бандеры Это наш Тираспольский плацдарм В направлении Хуши Окружить и уничтожить во взаимодействии Со вторым украинским фронтом 6-ю немецкую армию Главный удар предстояло нанести 37-й и частью сил 57-й и 46-й армии На участке шириной 18 километров 57-я армия получила задачу Одним своим корпусом Это наш 68-й корпус Прорвать оборону противника Севернее озеро Ботно И наступать в направлении Золотнянка Малиновский, Яско-Кишиневские канны Наука, 1964 год Что мы и делали Мне трудно удержаться Чтобы не прокомментировать Следующее предложение Из той же книги Малиновского И показать, насколько генералы Были далеки от солдат Ну что же, придется повторить То, что было на Волге Говорили между собой солдаты Когда узнали, что перед ними Бороняется 6-я армия О том, что против нас стояла 6-я немецкая армия Я узнал только в 80-х годах Когда прочитал Малиновского А наши солдаты Призванные в основном из районов Ранее оккупированных немцами Не знали не только этого Но и того, что под Сталинградом Попала в окружение Тоже 6-я немецкая армия Наша жизнь и наши помыслы Были совсем другими День 20 августа Был солнечный, жаркий На тот самый немецкий косогор Мы выбрались часам к десяти И остановились передохнуть Около разбитой немецкой пушки Недавно стоявшей против нас На прямой наводке Я отошел к кусту Под ним, плотно прижав уши Сидел настоящий большой и живой заяц Я такого видел впервые в жизни Помню, как, забыв, зачем пошел Схватил зайца за уши и поднял вверх Он не сопротивлялся, а только хлопал глазами Вероятно, был сильно контужен Я радостно понес косого к солдатам Там меня ждал порторг Приземистый хмурый старший лейтенант Уже в годах Солдаты, несмотря на усталость, бросились к зайцу Порторг не пошевелился Я подошел к нему Ты оправдал доверие Напиши заявление в партию Он протянул мне листок бумаги И огрызок карандаша Это была моя первая награда Он диктовал, я писал Хочу идти в бой коммунистам Я был горд наградой Ибо этим заявлением Входил в когорту людей Которые больше всех Ненавидели мои лютые враги Фашисты Фронтовые коммунисты Точнее, коммунисты-пехоты Ступая в партию Получали только одну привилегию Первыми подниматься в атаку И первыми гибнуть Под немецкими пулями Я это видел сам Своими глазами На нашем участке Немцы сопротивлялись свирепо Оказывается, их линии окопов Расположенные по другую сторону возвышенности Остались почти нетронутыми Мы продвинулись на километр Потом еще, еще Всего километров на шесть До какой-то очередной линии Глубоко ошелонированной обороны И все Пехота выдохлась Точнее, ее не стало Перед нами ровное поле Дальше небольшой лесок По краю его то ли сараи, то ли амбары Там немцы Наши редкие пехотинцы Сунулись было в поле Но тут же залегли под огнем немецких пулеметов Мы отыскали укромное местечко для позиции Установили минометы Мин уже не было Связисты потянули провод в пехоту Я пошел с ними Юрка остался на позиции Связного послали за минами Хотелось пить, а потом есть Слева километров двух-трех по дороге Идущий по греблю длинного бугра На запад Нескончаемой вереницей Медленно с остановками Тянулись машины, лошади, артиллерия Они уходили в прорыв Оставляя нас одних Без танков, без артиллерийской поддержки Тогда я помню, подумал Как же это так можно? Сейчас, почитав литературу о войне Понимаю, что основной прорыв С вводом в него танковых соединений Был совершен в центре Плацдарма Там оборона была прорвана на всю глубину Наши войска ушли на пруд Чтобы отрезать переправы Организовать внешнюю линию окружения Кишиневской группировки Мы же оставались на внутреннем обводе И должны были по мере возможности Затягивать петлю, душить фанатиков немцев Попавших в окружение Нам опять доставалась не лучшая участь Двух солдат Юрка послал за едой Они пришли только к вечеру Пьяненькие, с двумя вещмешками хлеба И несколькими банками тушенки Божили, что спирту им не дали Спирт и еду в термосах Забрал старшина И на подводе с минами Поехал искать нас Налаживалась связь Я нашел КП батальона Там был начальник штаба Он принял командование после смерти комбрига На штаба сказал, что Булганов убит вместе с комбатом Потом мне рассказали подробности Булганов, потеряв связь, пошел нас искать В это время по нашему левому флангу В прорыв уже вводили танки Тридцать четверки, ревя дизелями, шли через минные поля Узким проходом, обозначенным флажками Булганов увидел в танке Отскочил в сторону и попал на противотанковую мину То, что от него осталось, связной помог погрузить На оказавшуюся поблизости санитарную повозку На штаба показал прямо на местности, где кто занимает оборону Куда будет наступать батальон Завтра с утра мне надо быть готовым поддерживать наступление Вести огонь по указанным целям Старшины с едой и спиртом не было И злые солдаты, не копая окопов, разбрелись по кустам На следующий день немцы сами ушли И мы, преследуя их, днем в самый Санцепек Остановились километров в полутора от большого села Команда, окопаться Что было дальше, мне кажется, я помню час в час С фотографической точностью Вплоть до деталей местности Небольшая плоская низина На ней отдельные кусты и группа низкорослых деревьев На ровном участке среди кустов мы сгрузили минометы Два из них поставили для проформы, ведь скоро пойдем дальше А два других свалили в кустах Впереди на узком длинном валу, идущем вдоль канала Копошились несколько солдат Остатки нашей пехоты В метрах шестистах за каналом начиналось село Оттуда стреляли немцы Я дал команду окопаться, а сам сначала пошел А потом пополз к пехоте в надежде узнать обстановку Строевых офицеров там не было Командование стрелковой роты принял порторг Тот, который принимал меня в партию У него был приказ взять деревню Батальон не выполнил своей задачи Полк не выполнил своей задачи В мемуарах Малиновского я прочитал про те дни Не выполнила своей задачи лишь 57-я армия Мы с порторгом, единственные на передке офицеры Лежали на склоне вала Говорили, что в соседней роте жив еще один младший лейтенант Но он не появлялся Было ясно, ни один из оставшихся в живых солдат Сейчас не войдет в канал Либо в поле за каналом только смерть Поднять таких людей в атаку выше человеческих возможностей Это понимал и порторг Мины есть? Нет Так чего же ты сюда приполз? Иди, доставай мины Готовь огонь по околице Будем наступать Юрка не был требовательным деловым командиром Я под стать ему Уставшие солдаты, чувствуя нашу слабину Кое-как выкопали каждой себе маленькие ямки-окопчики И, угнездившись в них, спали Минометы беззащитные и ненужно стояли на лужайке Двое солдат ушли искать старшину Через час старшина, наконец, нашел нас Голодные солдаты к холодной каше и к тушенке Получили от провинившегося старшины табак и двойную порцию спирта Мины должны были вот-вот подвезти Старшина, разморенной жарой и лишним спиртом За упокой убитых, остался у нас Я из крайнего окопчика выгнал недовольного солдата Взял с телеги лопату и стал копать окоп по росту 180 сантиметров был у меня и тогда Старшине его окопчик был мал Он подложил под голову плиту Разобранного миномета И минут через пять раздались густые рулады храпа Было уже далеко заполдень Когда высоко в небе появилась рама Фоке-Вульф 110 Двухфузеляжный немецкий самолет-разведчик Она как бы неподвижно парила в воздухе Посылая нам надрывный, иногда прерывающийся звук мотора Рама как рама Хмельные, разморенные солдаты Сопели в своих ямках Выставив оттуда кто руки, кто ноги Полная беспечность, разгильдяйство и безответственность Ну как на Чернобыльской АЭС в ночь перед аварией Первая тяжелая мина разорвалась чуть в стороне Заставив лишь некоторых солдат поплотнее угнездиться в своих ямках Потом разорвалась вторая, уже ближе В другом конце позиции из окопчика испуганно высунулся Юрка И опять спрятался Я кончил копать На полянке тихо и пусто Пьяно и громко храпел старшина Эй, старшина, убери голову Но он даже не пошевелился Я бросил на дно окопа шинель и залег Делать нечего Заставить солдат копать окопы? Да где там? И вдруг в небе завыли мины Вся поляна превратилась в укутанной пылью, дымом и пороховой гарью ад Земля тряслась Коми ее летели во все стороны Воздух гудел и рвался на куски Я прижался ко дну окопа Казалось, что каждая мина летит именно в меня Потом также внезапно наступила тишина Отряхнув землю, я выглянул из окопчика Земля на полянке была черная Минометы пропали С Юркиной стороны благим матом орал солдат Туда уже кто-то бежал Я выбрался из окопа и, перегнувшись, побежал тоже Старшина храпел в том же положении Лишь чуть больше запрокинув голову Плита была в коме их земли и чего-то белого Эй, старшина, за мной! Но он не обратил внимания Ведь надо же так нализаться Возле окопчика солдата валялась оторванная нога Он громко голосил, выставив вверх культю с кусками оторванного мяса Я знал, что в таком случае надо остановить кровотечение Перетянув ногу в паху, но кровь почему-то не шла Хотя кровеносные сосуды были, очевидно, порваны Еще мина! Я плюхаюсь прямо на солдата Обломок кости утыкается мне в бок Истошный крик, пыль, земля, смешанная с человеческим мясом Я тоже в крови И снова тихо Потом с двумя солдатами накладываем тряпки Кое-как бинтуем всю ногу И укладываем солдата на дно окопа Он уже только тихо стонет Немцы методично бьют по нашей позиции Иногда перенося огонь на другие цели Мне здесь нет места, и я бегу к себе Мина! Я бросаюсь к старшине, падаю Рука скользит по минометной плите Плита забрызгана чем-то противно скользким Мозги! Мозги у старшины на виске, на лбу, на волосах Но он живой и хрипит, глубоко заглатывая язык Перевязывать бесполезно Сейчас умрет, убеждаю я себя Вскакиваю и бегу дальше Потом рама улетает Протрезвевшие солдаты вылезают на полянку Вскоре приходят обе наши подводы, тяжело груженные минами Мы разгружаем их На дно подвода стелим ветки, траву Кладем безногого Совещаемся, что делать со старшиной Он все еще жив Кладем и его На другую подводу пристраиваем покореженный миномет Туда же садятся еще трое раненых В одноконной телеге запряжена моя любимоца Караковая молодая кобылка, появившаяся у нас еще на том берегу Она не знает, что завтра я ее убью И доверчивыми нежными удивительно чувствами губами Берет с ладони специально для нее припасенный кусочек сахара Удела мешают ей разгрызть, сахар падает на землю Я подымаю, быстро отстегиваю дела и засовываю уже размокший кусок далеко в ее открытый рот Подводы уходят в тыл Возвращается Юрка Он ходил подыскивать новое место для позиции, подальше от канала Вечереет, мы торопимся перейти туда Всю ночь солдаты копали окопы для себя и оставшихся двух минометов Потом перетаскивали мины Стемнело Я сразу уснул и только сквозь сон слышал, как матерился порторг, поднимая пополнение тыловых шестерок Как слева в тылу у нас гудели моторы Из тылов подтягивали артиллерию Выходили на боевые рубежи танки А левее все тем же нескончаемым потоком на запад шли тылы тех армий Которые, войдя в прорыв, завязали бои уже где-то на той стороне прута, в Румынии Ранним ранним утром меня кто-то больно толкнул в бок Вставай, смотри Будь я художником, то и сейчас, через пятьдесят лет, мог бы по памяти нарисовать ту картину Чуть сзади и слева от нас плоская низина, поросшая явняком Она вся укутана плотным, чуть шевелящимся туманом И в этом туманном молоке, неясными неземными чудовищами, скорее угадывается, чем различаются танки Их много, мне кажется, что целое полчища Пушки уже приведены в боевое положение, и все неподвижно смотрят на деревню Пощады не будет Пока я спал, вокруг на валу народу прибавилось Нам придали полковой взвод автоматчиков, находившиеся в резерве Рядом встала сорокопятка Артиллерийские наблюдатели протянули свои провода от дальних батарей Появились еще какие-то тыловые командиры Пехотинцы, те, которые должны будут идти в атаку, теряются среди приданных пехоте частей Я иду к телефону Юрка не спит Мы выверяем данные по целям Открытым текстом договариваемся о командах Комбат слышит наши разговоры, как и мы его, но не материт нас Ему не до этого Деревня должна быть взята И вот, огонь! Мин у нас много Их все надо расстрелять, чтобы легче было подводам Первые дома деревни окутались дымом Мы бьем по переднему краю немцев Они не отвечают Наблюдатели сначала чуть высовываются над валом Потом садятся, а некоторые встают в полный рост Полчаса Полчаса взвыли танковые моторы Обдавая нас гарью, грязью, танки рванулись к каналу, чуть замешкались и один за другим стали выползать на тот берег, уже облепленный автоматчиками и пехотинцами Мы все стояли и орали им вслед Пехотинец танка протянул мне руку Я вроде бы и не собирался лезть туда, но как-то сразу оказался около башни и уже сверху крикнул связному Сворачивайте минометы в деревню Танки, лязгая и гремя гусеницами, дергаясь на колдобинах, шли вперед При каждом толчке нас трясло и больно било разное железо Но деваться некуда, вперед Танки развернулись по всему полю, казалось, летели на деревню без потерь Лишь когда мы, то есть танки, дошли до середины поля, разорвался первый немецкий снаряд Потом второй, третий и четвертый Рядом Меня сбросило и, больно ударившись коленкой, а что-то железное, я упал в воронку от снаряда Танки с солдатами ушли вперед На галифе выступила кровь Я, прихрамывая, пошел к деревне Около ближнего сарая лежал наш убитый автоматчик Я поменял свой карабин на его автомат Все равно кто-нибудь возьмет Первые дома были полностью либо разрушены, либо сожжены Некоторые еще горели Стекол не было нигде Около каждого дома сад На некоторых персиковых деревьях, наверху, завлекательно среди листвы, краснели персики Танки прошли через село, и бой идет на другом конце В селе слышатся автоматные очереди, разрывы, гранат Это наши выкуривают последних немцев Мне торопиться некуда Юрка подъедет не скоро Я выломал из забора несколько палок и занялся охотой на персики Они уже спелые и, шмякаясь о земле, разбивались в лепешку Главная улица села постепенно заполняется разными тылами Едут подводы, артиллерийские обозы, санитарные повозки, машины Разноголосые толпы тыловых солдат, их видимо-невидимо, растекаются в стороны по соседним улицам и домам Стрельба затихает Деревня наша Мне пора выходить на дорогу, искать своих И вдруг, где-то в самом конце деревни крики Надсадный вой самолетов, резкая пушечная стрельба, разрывы снарядов Я прусь за дом Низко над деревенской улицей один за другим проносятся три наших краснозвездных ила Они бьют из крупнокалиберных пулеметов, самые гущие улицы, набитой техникой и солдатами Это было так молниеносно, неожиданно и несправедливо Заходит другая тройка Стой! Кого бьешь? Я выскакиваю из-за дома, вскидываю автомат Иу-у-у-у Это из-под широких, разлапистых крыльев илов Огненными струями на дорогу летят реактивные снаряды Пыль, огонь, проклятие накрывают колонну Между мной и краснозвездной черной смертью не более 50 метров Я бью в мотор, в пропеллер Мне так хочется убить эту падлу, но мимо А может пули отлетают от бронированных боков Второго, не сознавая, что делаю, я встречаю на дороге Очередь Но в спаровый воздух ревет мощный мотор И прямо надо мной ил взмывает вверх, подставляя под автомат свое бронированное брюхо Рожок пуст Я опускаю автомат Рядом стоит солдат И то ли со страхом, то ли с испугом Но одобрительно смотрит на меня Может быть, сейчас жив этот солдат И вспоминает иногда явно ненормального, тощего младшего лейтенанта Стрелявшего по советским самолетам Может быть, икнется и летчикам тем илах На далеких тыловых аэродромах Гордившихся перед друзьями вмятинами от моих пуль Я перескакиваю кювет На дороге в предсмертной агонии хрипят кони Дымятся подводы Где-то в огне еще рвутся патронные ящики Полуторка с красным крестом уткнулась в землю Кабина пуста Около нее лужа крови На дороге, прижав руку к окровавленному животу, сидит солдат Другая рука тоже в крови В бессильной злобе он грозит ею в сторону улетевших илов Ух, блядям полетели Шоколад жрать Я с ним заодно Разница лишь в том, что его распоротый живот Верная и мучительная смерть А я еще увижу то, о чем кричал А значит и знал солдат Уютные землянки полевых аэродромов Внутри аккуратно застеленные постели Столовые на открытом воздухе И порхающие около них бабочки ППЖ и ППШ Другая, сказочная для пехоты жизнь Все еще прихрамывая Я иду вдоль колонны, ищу своих Нет, нет Никто не знает И уже совсем отчаявшись, натыкаюсь на них Небольшая группа растерянных солдат Копошится около одноконной подводы Моя караковая любовь неподвижно стоит Низко до самой земли, опустив голову Сзади у нее кровавое месиво Я смотрю в ее огромные черные сливы На них мухи Отгоняю мух Мне на ладонь капают крупные слезы Никогда, ни до, ни после Я не видел, чтобы лошадь плакала Солдаты осторожно, сторонясь кровавые лужи Распрягают лошадь До них всю войну безбедно проживших В своей Одесской области Только сейчас доходит весь ужас Вся жестокость войны Потом кобылу ведут к обочине Она тяжело прыгает на трех ногах Я набиваю рожок Наши взгляды на секунду сходятся Мы оба знаем, что это конец Я поднимаю автомат Очередь Моя любовь как-то неестественно вскидывает голову Падает передними ногами на колени И затем на бок кувет Еще несколько раз в предсмертных судорогах Сдрагивает тело Все Я почему-то кричу на солдат Они молчат Потом мы все вместе рассматриваем Лошадей второй подводы Они пугливо дрожат На одном мерине Алая кровь запеклась на боках Но выше шлейки Ноги целы Перегружаем все на одну подводу Вдоль колонны уже бегают Незнакомые офицеры 1288-й полк Выходи строиться на дорогу Незнакомые офицеры Это из различных штабных служб Которые сейчас составляют основу полка Сам полк, его стрелковые роты Остались на Косогоре И в немецких окопах Что не успели сделать немцы Завершили краснозвездные соколы Убитые сраму не имут А виновные Хоть мне и не нравится Азиновьев, но Скажи мне, почему фронтовики молчат Когда военный подвиг превозносят Или невнятно что-либо мычат Когда об этом их другие просят Я знаю, что война не карнавал А голод, холод, тяжкие мучения Банально суть Убитые молчат Живой пройдоха подвиг превозносит Случайно уцелевшие ворчат Их вспоминать давно никто не просит Нечувствуя за прошлые вины Плетут начальники военную науку И врут писатели романтику войны Очередную одуряющую скуку Вот почему Потом приехали кухни Нас накормили, но спирту и табаку не дали Мы вовремя не подали сведения О списочном составе роты Мы, пехота, покорно сидим Вдоль дорожной канавы Копя горечь и злобу На радостно снующих в нас Тойловых крыс Жирующих и пьющих три горла За тех, кто остался там Чем больше убитых, тем больше достается им Ротный писарь жив Я назначаю старшиной самого пожилого солдата Мы как-то составляем отчетные документы В роте осталось два миномета Два офицера и столько-то солдат Сейчас не помню, но совсем мало Человек восемь-десять Это у нас в минометной роте Что же осталось от пехоты? Я иду к командиру за боевым заданием на завтра Но боевого задания нет Завтра с утра мы выступаем походным маршем на юг К Белгороду-Днестровскому Это было уже числа 26 августа На севере от нас гвардейцы остались добивать Окруженную под Кишиневым 6-ю немецкую армию А на западе На западе фронт ушел вперед Километров на 200-300 Ни с того ни с сего мы оказались в глубоком тылу Яско-Кишиневская операция Седьмой сталинский удар Для нас кончился На марше начальник штаба батальона Передал мне для подписи Несколько наградных листов Аккуратно заполненных Каллиграфическим почерком Штабных писарей Незнакомые мне по фамилиям Рядовые и сержанты Представлялись кардинам и медалям За геройство, проявленное при прорыве Кто это? Наивно спросил я Это те, кто был придан вашей роте На время прорыва На своих можешь написать сам Мы тебя представили к отечественной А Нурка к звездочке Я позвал нового писаря и старшину Списки нашей роты куда-то пропали Мы составили новые В них, естественно, попали Только оставшиеся в живых Лишь кое-кто припомнил фамилии раненых земляков Конечно, наши наградные Несмотря на все мои старания Не были столь сочны и виртуозны Как у набивших руку штабных писарей Но все же не в пример пехоте Солдаты нашей минометной роты Могли рассчитывать на награды Все наградные листы, насколько я понимаю Проходили через сито полкового начальства Поведение которого в вопросах награждения Определялось многими Часто непредсказуемыми обстоятельствами Количеством спущенных сверху наград Более-менее пропорциональным распределением наград По крупным подразделениям Настырностью командиров этих подразделений Литературным и фантазийным талантом Тех, кто писал наградные листы Явной очевидностью совершенного подвига И прочее, и прочее Забегая чуть-чуть вперед, скажу Что в итоге запроривно в Тираспольском плацдарме Я был награжден орденом Красной Звезды А Юрка медалью за отвагу Многие солдаты остались без наград Я уже не говорил об убитых и раненых На тех даже не писались наградные листы 23 августа 1944 года Москва салютовала нашей победе Мы все получили грамоты с благодарностью Сталина Публикация Баир Иринчеев Конец первой части Читал Олег Лобанов Субтитры создавал DimaTorzok